За внимание, привет всем от нашей церкви. Ещё я хотел бы поприветствовать сейчас всех, кто присоединяется к нам в эфир сейчас. Большая честь сегодня говорить слово к народу Божьему в этот день воскресный. И у меня, как у пасторя, наверное, как у многих служителей церкви, есть такое определённое переживание, с которым я жил, с которым я нахожусь. И это то переживание, я уже 19-й год, как я в Боге, и вы знаете, у меня переживание о том, что на протяжении жизни не все остаются в церкви. Знаете, вот задача пастора, мы почему ходим в церковь? Почему мы находимся в церкви? Потому что мы идём на небо. Аминь. Писание говорит нам о том, что да, Господь нам об этом говорит, что горе вам, если вы надеетесь на Христа только в этой жизни. Да, и поэтому главное движение наше, да, идёт на небо. И если мы не переживаем это откровение неба, то всё бессмысленно. Да, я помню этот момент, когда я вдруг осознал, что главное. И это изменило всё в моей жизни. И вот наша задача, вот как служители, как пасторы, чтобы всех довести на небеса. Аминь. И вот на протяжении жизни мы сталкиваемся с тем, что ты смотришь, и люди уходят, да. Люди уходят. Это такая трагедия для служителя в церкви. Вот ты каждый раз думаешь, что бы мне такого, да. Ну, что я могу сделать, что я могу сказать для того, чтобы сохранить. Сохранить. Это входит в нашу ответственность. И, да, на протяжении жизни ты стараешься как можно, да, больше ты смотришь, размышляешь, да. Вот жизнь, судьба проходит через тебя. И вот в моей жизни, да, вот это переживание есть. И я каждый раз хочу как-то, да, поделиться этим. И вот к нам приезжал недавно пророчица. Было ко мне пророческое слово, что буду говорить через тебя, да, выразумлять. Это не значит, что я до этого, но вот у меня впервые такой был сон, и я во сне слышу, да, проповедь такую, знаете, от Господа. Господь меня наставляет, и знаете, как иногда бывает, думаю, с утра проснулся с мыслью, вот я сейчас проповедь расскажу, а бах, и проповедь все забыл, да, и всю ночь, которая была. Но запомнил одно слово из проповеди, знаете, я не хочу. Я не хочу. И вот у меня эта мысль меня преследовала, и я, у нас, слава Богу, есть программы, да, очень здорово это сейчас. В современное время я забываю это слово «я не хочу» в поисковик, и у меня вот эта проповедь, которую я сегодня буду делиться, о которой я буду говорить, потому что вот это «я не хочу», на мой взгляд, это то, почему многие из нас, да, вот что-то не хотим принимать. У этого «я не хочу», оказывается, читая, сегодня мы будем смотреть этим писанием, местописания будут две стороны. Есть «я не хочу принимать Слово Божие», а были люди Божие, которые говорили «я не хочу отступать от принципов Слова Божия». И вот есть две стороны, и я как раз сегодня хотел бы, да, поделиться этим словом с вами. Вот, вот, и первое, с чего хотел начать, что лежит в основе этого посыла, когда мы говорим «я не хочу», «я не хочу». Первое, что, по крайней мере, у меня было, я помню, размышлял об этом, это, да, моё желание быть свободным. Мне кажется, когда мне что-то говорят, да, это лишает меня определённых свобод. Это первое, с чем нам нужно разобраться, о свободах, потому что Господь в Слове Своём Галатам 5.13 говорит о том, что к свободе призваны вы брать, и только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Господь как раз хочет даровать нам свободу. Господь как раз говорит, что к свободе, к этой мы призваны. Но есть некая поправка, некоторое но, которым как раз нам надо задуматься и разобраться, чтобы эта свобода не была поводом к угождению плоти. Да, вот есть разница. И знаете, мы даже на своих личных примерах, вот я родился как раз на рубеже, когда один режим у нас лопнул, да, потом пришла свобода, как я её думал, как я её воспринимал, помню, вот эти 90-е годы, да, и пришла что за свобода? Да, пришла свобода, но без совести, пришла свобода, но без мира, пришла свобода, но без морали, без нравственности, без каких-либо ограничений. К чему это привело? Да, мы можем на своей жизни уже видеть, что я услышал потом, что психологи наше поколение называли потерянным поколением. И мы сегодня видим на историю страны, и действительно, наша страна в этот период, численность нашей страны резко сократилась. И мы даже, да, не размышляя над принципами, словами Божьими, видя, да, этот пример, мы можем делать определённые выводы. И Господь как раз нам говорит о свободах и говорит о некоторых ограничениях, которые важны для нас в нашей жизни, и для этого Он нам даёт что? Слово Божие. Знаете, я сталкиваюсь, первое, с чем я сталкиваюсь в церкви, что люди не хотят принимать Слово Божие. Не хотят принимать, я не хочу принимать Слово Божие. Я не хочу оставлять свои принципы, свои представления о жизни, какие-то свои понятия, да, мы не хотим оставлять. Вот очень важно, чтобы мы, да, имели понимание о том, что Слово Божие очень важно для нас. И это интересно, о чем я говорю. Я говорю именно не о тех людях, которые вообще не воспринимают Слово Божие. Я говорю о тех людях, которые, казалось бы, прославляют с нами Бога, как мы сегодня. Это те люди, которые открыли свое сердце для Бога, которые переживали Бога и которые считали себя верующими людьми. И вот это местописание, Иоанна 14, 23. То есть люди, которые говорят, мы любим Бога. Есть люди, которые говорят, мы любим Бога. И как Бог смотрит на это? Иисус сказал ему в ответ, кто любит меня, Да, вот это интересный принцип. В Слове Божьем, кто любит меня, тот соблюдет Слово Мое. Принципы Божьей любви, если мы говорим о принципах Божьей любви, то Бог включает именно вот это понимание, тот соблюдет Слово Мое. Аминь. И это интересное следующее обетование, которое, помню, в начале пути меня сильно коснулось. Сильно, да, меня вот... И мы придем к Нему с Отцом. Да, и обитель у Него сотворим. То есть Господь говорит, что место обитания там, где ты будешь. Там я буду с Отцом творить, да, и устраивать все вокруг тебя. Второе, почему многие, да, не хотят идти дальше за Богом. Это из моей практики то, что я видел, не хотели противостоять соблазнам, сложностям, трудностям, которые вот почему-то происходят в нашей жизни. И, знаете, есть местописание, которое Лука 17, 1 сказал также Иисус ученикам. Невозможно не прийти с соблазном. Да, ну вот Бог говорит в Слове, что невозможно. И сейчас в нашей жизни вот Бог говорит, невозможно. Для чего? Пока мы не пойдем этим путем, мы не поймем. Я, по крайней мере, в своей жизни сделал вывод, что Бог меня делает через это лучше. Бог меняет меня. Я через это возрастаю духовно. Это важные вещи, которые я увидел в своей жизни. Да, мы сталкиваемся, мы не знаем, но оставаясь верным из последних сил, да, Бог приходит и Бог благословляет. И третье, что я увидел, это вот, наверное, последнее время я начал замечать, вот, о том, что некоторые люди, это один пастырь, который уже в поколении как-то приезжал к нам, делился этим словом, я услышал от него, что успех, сегодня времена, когда успех – это самое сложное испытание. Он говорит, в церкви у нас такие бывают случаи, говорит, интересные. Я должен людей поддерживать, и порой ты не знаешь, что им сказать. С такими сложностями сталкиваются по жизни люди, что мне, говорит, сложно как-то их поддержать, как-то найти в себе слова поддержки. Ну, а они проходят этот этап, остаются в церкви, но когда вдруг приходит, говорит, успех, устройство, эти люди, говорит, пропадают из церкви. Он говорит, сегодня самый, вот самый большой вызов для нашего поколения верующих – это испытание успеха. Причем успех, я бы не сказал, что успех, я имею в виду, прям, знаете, потому что мы часто слышим, часто видим, вот это, да, помню, я готовился к слову моего переживания, потому что ты общаешься с человеком, он говорит, он вчера был в проблемах, был в сложностях, он начал ходить в церковь, он пережил Бога, а потом ты зовешь человека в церковь, и он говорит, а мне не надо многого, я не хочу многого, мне надо вот чуть-чуть, да, вот я же нервусь куда-то, да, и вот это вот чуть-чуть его, оно уводит его. Ну, ты уже живешь, ты изменил, Бог изменил твою жизнь, Бог преобразовал тебя, и, ну, непонятно, почему ты отказываешься от этих принципов, и я готовил слово, и вот это место, которое бы я сейчас хотел сказать, это, знаете, я не будем ее читать, всю историю, я расскажу о Геезе, да, кто такой был Геезе, это один из учеников Елисея. Елисей был помазанный пророк, да, на нем было помазание вдвойне от Ильи, и при нем был ученик, который должен был получить это помазание. Это тот человек, который, как, знаете, мы иногда говорим о том, вот было бы вот так, и я бы, да, вот, я бы точно был вот верующим, да, но это интересно, что происходит с ним. Он, да, Писание нам говорит о том, что он, как сегодня сказать, разменялся, да, из-за чего? Он догоняет Ниемана и говорит, дай мне один талант серебра и две смены одежды. Один талант серебра и две смены одежды. Представляете, он возвращается, служитель его хотел, Елисея поправить, где ты был? Он говорит, я нигде не был. Да, состояние сердца. Из-за чего? Я говорю, бытовые проблемы, бытовые. Человек находился, вот вдуматься в это, человек находился в эпицентре сверхъестественных событий. Многие из нас мечтали бы там находиться, но даже это, да, вот, я к чему говорю, это был выбор чей? Его. Мы допускаем, я не захотел, я не захотел исполнять волю, я не захотел двигаться в этом направлении, хотя Бог говорит и поддерживает нас. 1 Коринфян, 10 глава, 13 стих, он говорит, «Вас постигло искушение неное, как человеческое, но верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым и сверхсил». Но при искушении даст обрещение так, чтобы вы могли перенести. Проходя через эти испытания и сложности, Бог допускает их, и мы начинаем через это больше доверять Богу. Наши отношения с Богом, наше доверие Бога, наша убежденность в том, что Бог с нами, оно возрастает. Следующее, о чем он говорит, Матфея 17, 20, это колоссальный стих, «Иисус же сказал им, по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если будете иметь веру с горчичной зерной, скажете, Горисия, перейди отсюда туда, она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Это тот стих, который меня в начале пути христианского, помню, сильно вдохновил, потому что я смотрел на людей вокруг меня, ну вот этот верующий, вот этот за кафедрой, так проповедует, вот этот верующий. Рядом со мной человек был молиться, говорю, вот этот верующий, а я кто? Я кто? Я, я. И вот этот стих, который говорит, «Имей веру с горчичной зерно», когда Христос говорил, люди понимали, о чем речь, да, занимались сельским хозяйством, все самое малое зерно, которое было, малое, он говорит, «Имей веру малую». Я помню, я обращаюсь к Господу, но малую веру я имею, и Бог не требует от нас. Понимаете, в чем условие веры? Бог не требует от нас, вот таких, да, духовных каких-то высот, героев. Вот Бог говорит, «Имей веру малую». И дано будет, да. И вот эти горы проблем, горы греха, горы вот этих сложностей, которые нам сегодня кажутся горами, он говорит, «Ты преодолеешь, я преодолею с тобой». Аминь. Вот очень важно, чтобы мы, говорит, «Вы доверяйте мне, двигайтесь за мной». Да, и вот я сейчас некоторые места, которые я, да, с утра начал читать. Первый царств 15, 9. То, что нам мешает. То, что нам мешает, то, что нам, да, вот не хочу. Но Саул и народ, первый царств 15, глава, 9 стих. Но Саул и народ пощадили Агага и лучших из овец, и валов, и откормленных ягнят, и всё хорошее, да, и не хотели истребить. А все вещи маловажные и худые истребили. Вот я, да, не хочу, да, вот, вот, не захотели. Есть Слово Божие, да, а есть соблазн. Мы сегодня говорили о соблазне, неважно, да, мы иногда говорим вот там, неважно, да, соблазн. Мы прочитали, что Гези поддался соблазну, и мы здесь считаем чуть большее богатство, да, вот эти испытания в жизни. Пришли в жизнь Саула. Интересно, что с Саулом происходит дальше. Вот колоссальный пример, меня тоже помню. Это же тот человек, который имел помазание Божие. Это тот человек, который имел отношение с Богом. И вот мы наблюдаем вот этот момент его как раз отхождения от Слова Божьего. К чему это приводит? Это человек, который говорил, кто я, что ты, Господь, меня ставишь. Он понимал, что Бог его ставит. Мы читаем, что он пророчествовал. Мы понимаем, что долг Божий был в нём, и он переживал эти отношения с Богом, но приходит, в итоге он говорит Самуилу о том, что иди и скажи Богу твоему. Помолись Богу твоему. То есть он, да, я вот, мне сложно, да, задуматься, но мы бывает, вот человек впадает в состояние, он верит в Бога. Да, он, то есть у него были отношения с Богом, но он говорит, иди поговори с Богом не моим, а твоим. Да, это вот ужасное состояние, которое впадает он на протяжении жизни. Почему? Потому что начинает отходить от Слова Божьего. А кто? Я не захотел. Я не захотел. И он теряет благословение. Следующее, что, да, как раз и место, которое я, который как раз и говорит об этом. Исайя 42, 24. Не хотели они ходить путями Божьими, да, путями Его, и не слушали закона Его. Не хотели. Да, мы не хотим. Мы не хотим идти путями, мы не хотим жить по Слову Его. Что дальше? К чему это дальше приводит? Вот в церкви мы наблюдаем Ереме 32, 33. Опять вот это место, да, что люди не хотели. Что мы, как люди, не хотим. Не вопрос Бога, который хочет благословить. Они обратились ко мне спиною, а не лицом. И когда я учил их, с раннего утра учил, они не хотели принять наставление. Это следующее место, которое, да, уже так более подробно нам начинает следующую часть нашего состояния описывать. Что происходит с раннего утра? Господь говорит, я учу вас. Я наставляю вас. Но мы не хотим принять наставление. Как мы принимаем наставление в церкви? Как? Когда это происходит? Сегодня Бог использует кого? Служителей церкви. Да, и знаете, я вот... Я говорю, мне очень нравятся служители, тоже переживают, имеют ответственность перед Богом за каждого из вас. И у нас тоже всегда, всегда, вот всегда мы видим, что человек отходит, и мы пытаемся поговорить с человеком, дать наставление. Но сам человек, что? Не хочет принимать наставление. Я не хочу принимать наставление. Потому что то, что я слышу, да, мне не нравится, я не хочу принимать наставление. Но я хочу отметить, что всегда у нас в церквях, да, всегда Бог всё равно стучится и говорит каждому из нас. Мы начинаем отступать. Есть возможность, как мы читали у Геезии, да, где ты был? Показься, да, поговори, пообщайся, нигде не был. Да, вот это состояние сердца, которое приводит нам. Ещё один момент, который интересный, мне тоже, вот, понравился, Иезекииль 13.22. За то, что вы ложью опечаливали сердце праведника, которое я не хотел опечаливать, и поддерживаете руки беззаконника, чтобы он не обратился от порочного пути своего, не сохранил жизни своей. Что мы можем наблюдать? Да, после наставления кто-то принимает наставление, а кто-то что делает? Он говорит, опечаливает сердце праведника, да, служителя, которого, да, я не хочу Бога это опечаливать. Что мы делаем? Мы собираемся в группу, да, некоторые из нас собираются в группу, и что делают? Поддерживают руки беззаконника, да, вместо того, чтобы сказать, вместо того, чтобы поддержать, мотив праведника какой? Написано, чтобы он обратился от порочного пути своего и сохранил жизнь свою. О чём речь? Мы сегодня начинали, я говорил о том, что задача пастора, служителя – привести каждого из нас куда? К вечной жизни, на небеса. Да, а мы, получается, становимся соучастниками вот этого события, когда не поддержим эти принципы. Вот сохрани Господь нас и дай нам мудрости. Дай нам мудрости к правильному пониманию, да, потому что в основе лежит кто? Я. Я не хочу. Я не хочу. И получается, Господь и в слове в своём, Псалом 108, 17 стих, и что хочет человек, то и получает. Это интересная мысль, которая там опять написана, возлюбил проклятие, оно и придёт на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него. Возлюбил проклятие, оно и придет к нему. Не восхотел благословения, оно и удалится от него. Если вникать в этот стих, потому что вначале, наверное, не совсем понятно, что значит возлюбил проклятие, где я видел такого человека, который бы в здравом уме находясь говорил, я люблю проклятие. Странно, непонятно. Не хочу благословения от Бога. Ну как? И я, знаете, у нас в церкви два доктора богословия, они часто нам подсказывают, говорят, смотрите, там, там, сям, изучаем. Вот в современном переводе, я это место сейчас прочитаю вам, он любил насылать проклятие, оно и придет к нему. Не любил давать благословения, оно и удалится от него. И тогда становится более понятно, когда мы насылаем проклятие, когда нас начинают поправлять, мы начинаем, и мы начинаем что? Обсуждать, говорить о ком-то, замечать не плюсы, а минусы. И мы начинаем что этим самым? Насылать проклятие. Наше сердце, попадая в такое состояние, обычно мы видим, что этот человек не любит сразу, впадая в это состояние, давать благословения. Он не хочет служить, мы не хотим ничего делать. Мы перестаем служить, мы перестаем жертвовать, мы перестаем в чем-то участвовать. И Писание как раз об этом говорит, что это опять наш выбор. И оно и удаляется от него. Аминь. Вы со мной или нет? Вот благослови Господь. Вот это часть нашей жизни, в которой мы ответственны, в которой мы принимаем решение, чтобы мы разобрались с мотивами сердца и имели мудрое сердце. Мудрый взгляд на жизнь. Как я говорил, что Писание помогает нам увидеть состояние нашего сердца, и мы должны, принимая Слово для себя Божьего, разобраться, разобраться, что мне полезно, что не полезно. Есть вот другая часть вот этого нашего «не хочу», о котором я тоже бы вот сейчас, да, прочитал. И да воздаст 1 царств 26-23. Мы поговорим сейчас о Давиде. Тоже интересный момент, на эту тему много проповедей. И да воздаст Господь каждому по правде его, и поистине его, так как Господь предавал тебя в руки мои, но я не захотел, я не захотел поднять руки мои на помазанника Господня. Это колоссальный момент, да, это вот такая сложная для восприятия, да, история, когда Давид действительно мог решить все свои проблемы разом, но ограничение Слова Божие. Он был верен Слову, рука моя не будет на помазаннике. И он остается верным Слову, хотя обрекает себя на испытания, мы читаем там, да, что даже вот в этих испытаниях, команда, которая была с ним, там, да, хотела уже побить его камнями. Он понимал, что его жут сложности, он понимал, что его... И он мог одним ударом все решить, но он говорит, руки моей не будет. Дважды это было в его жизни, он не сделал, он оставался верным Слову. Следующее, о чем мы читаем, да, евреям Новый Завет 11-24. Верой Моисей, придя в возраст, оказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Поношение Христовое почел большим для себя богатством, нежели египетское сокровище, ибо он взирал на воздаяние. Аминь. Он отказался. Вот он имел богатство, максимальное богатство того времени, да, максимальное царство, да, египетское царство, одно из самых могущественных на тот момент государств. Он в семье могущества, да, там вертикаль же делится, он в семье самый могущественный. Представляете? И он говорит, он не захотел. Он не захотел, да, он платил цену. Мы читаем 40 лет в пустыне, я не могу себе до конца представить, да. Он понимал, на что он себя обрекает. Он делал этот шаг осознанно. И знаете, вот это выбор, выбор, чей был? Человека. Он не захотел нарушать слово. Он не захотел менять обетование вечное, да. И он принимает вот это решение. И Бог благословляет этих людей. Аминь. Вот самое интересное, о чем бы я сейчас хотел бы еще, чтобы мы задумывались и посмотрели, о, насколько эти люди были совершенны. Были ли они совершенными? Был ли Моисей человеком, который никогда не отступал от Слова Божия? Мы читаем о том, что, да, отступил, и был даже наказан, и говорит, ты увидишь землю, но не войдешь туда. Давид не смог построить храма, да. Библия нам говорит тоже о несовершенстве людей. Это, помню, то место, которое я читаю, я впервые читая Библию, столкнулся с тем, что у нас не супергерои идеальные, да, показывают минусы человеческой жизни. Тогда в чем разница? Вот в чем разница между теми и этими? Есть ли разница? И она есть, да. И если мы проследим и понимаем, что мы несовершенны, мы можем где-то оступаться, мы где-то можем... Но в чем разница? Вот, на мой взгляд, разница, и Писание нам подсказывает, опять Исайя 28, 12, 13. Им говорили, вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение, но они не хотели слушать. Мы не хотим, да? Вот. И следующее. И стало у них словом Господа, заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило. Тут немного, там немного, там. Так что они пойдут и упадут на зничь, и разобьются, и упадут в сеть, и будут уловлены. Разница. Вот я говорю, имей веру в горчичное зерно. Я заметил, у нас бывают люди в церкви, но у них уже правило на правило, объяснение на объяснение, компромисс на компромисс. Здесь проще, здесь легче, понимаете? Вот разница между верующим и неверующим в нас. Когда мы искренне идем, мы ошибаемся где-то, мы где-то, мы не такие, я порой думаю, ну, я не могу быть такой, как Авраам, да? Я не представляю, как можно было все это пережить, но я такой, какой есть. Бог видит меня. Я какой есть, вот с этой верой моей, с горчичное зерно, я стараюсь исполнять волю Божию. Я стараюсь сохранить искренность, да? Моих отношений с Богом, ходить пред Ним. И в этом и есть, понимаете? В этом и есть вот наше искреннее хождение. Я не знаю, какой путь приготовил каждому из нас. Знаете, есть Писание Иов, который пошел вот по глобальным проблемам. Есть Екклесиаст, да? Который написано все, что только не видели глаза, ни в чем не имели нужды. И там испытания мы читаем, да, богатство. И здесь испытания. Я не знаю, каким путем, но Бог, да, допускает какие-то вещи в нашу жизнь. И все, что мы можем, да, мы хотим порой, да, жить хорошо, но не хотим иметь проблем, да? Не хотим, и вот не идти на компромиссы. Потому что я смотрю, некоторые, вот, не хотят, да, исправлять свой характер, особенности своего характера. Они хотят принимать ситуацию, да? И самое интересное, и все равно, вот смотришь, и много страдают, да? И все равно какое-то вот устройство нет. Вроде отступит от Слова Божия, вроде в данный момент выгодно, и это уводит человека и из церкви, и от вечности. А есть люди, мы читаем, да, которые, несмотря ни на что, выбирают, мы сегодня видели этот пример, выбирают вот эти сложности, вот эти трудности, преодолевают их. Но Бог, да, имеет благословение в Боге. Аминь. Это наш выбор, да? Это наш выбор. И я бы, да, сегодня хотел бы каждому из нас, вот, да, порекомендовать, чтобы мы начинали серьезно относиться к Слову Божьему. Чтобы мы всегда серьезно относились к Слову Божьему. Потому что если мы будем серьезно относиться к Слову Божьему, то эти серьезные изменения происходят в нашей жизни. Аминь. Есть такое понятие, как обетование. Обетование. Это первое, что меня сильно потрясло, когда я пришел в Церковь Божию. Да, и мне сказали, есть обетование. Я говорю, а что это? Помните, что это? Это когда Бог говорит, будет в твоей жизни так, если ты будешь поступать так. Мы сегодня, да, слышали вот этот псалом, и все желания твои исполнят. Это и Слово Божие мы берем, в принципе. Иоанна 14,14 до сих пор помнит тот первый стих, который меня, я все время цитирую его, стараюсь все время говорить в проповедях. Все, чего не попросишь, дам тебе. Представляете? Я пришел к Богу, мне говорят, что Слово Божие верное и праведное, и правильное. И я вдруг, я говорю, что, беспроигрышная лотерея? Наконец я попал в то место, да, где вот. Я, честно, я очень много шутил на эту тему, но, знаете, нам надо исполнять нашу часть, которую Бог говорит исполнять нам, быть в верном слове, да, стараться те силы, которые у меня есть, искренне, вера с горчичной зимой. Бог не требует от нас, но нам оставаться верными, и Бог говорит, я дам несравненно больше, это я потом уже прочитал, когда я пережил в жизни того, о чем мы просим, о чем помышляем. Бог благословляет, и мы можем дать нам намного больше. Будьте верными Богу, да, ходите пред Богом, имейте и исполняйте ту часть, которую Бог хочет, чтобы мы, да, исполняли. И тогда Божьи благословения будут в нашей жизни. Поэтому, благослови Господь, я бы сейчас хотел поприветствовать, да, и попрощаться всем, кто с нами в эфире. И если кто-то хочет, да, дальше прослушать проповедь, Жатва, Омск, канал Ютуб. Будем очень рады продолжать.